Некоторые таджички удивляют своей силой и стойкостью. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете биографию певицы, в которой гармонично сочетаются оба начала. Хрупкая, творческая и сильная, помогающая добиться высоких результатов. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Манежа Сангин Хамраева, более известная под сценическим псевдонимом Манежа, родилась 8 июля 1991 года в Душанбе, Таджикистан. О родственниках певица охотно рассказывает в интервью. Ее дедушка Таджи Усмон известен в своей стране как писатель и журналист. В городе Худжанде его имя носит улица. Там же в честь писателя воздвигнут монумент. Прабабушка Манежи вошла в историю в Средней Азии как одна из первых женщин, решившихся снять паранжу и начать работать наравне с мужчинами. Мать девушки Ханаджива Усманова получила диплом психолога. Она, по словам дочери, творческий человек, в молодости увлекалась пением, но потом сорвала голос. Отец, врач по образованию, тоже меломан, поэтому Манежа с детства слушала то же, что и родители Квинк, Пинкфлоут, Виктора Цоя. Всего в семье росли пятеро детей, будущая певица средняя из них. В 1994 году, когда в Таджикистане началась гражданская война, семейству пришлось уехать из родной страны и поселиться в Москве. Несмотря на очевидную тягу к творчеству, после окончания школы Манежа поступила в Российский государственный гуманитарный университет. Выбор ее упал на факультет психологии. По признанию певицы, на протяжении длительного времени однокурсники даже не подозревали о том, что она занимается музыкой. В стенах альма-матер девушка появлялась нечасто, а сдавать зачеты и экзамены ей помогала пении. Так, например, иностранный язык Манежа сдавала, исполняя для преподавателей кафедры песни на английском. Вам нравится певица? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. За плечами Манежи большой опыт участия в музыкальных конкурсах и фестивалях. Rainbow Star 2003, Kauna's Talent 2004, Время зажигать звезды 2006, Новый идилл 2007 и другие. При этом девушка неизменно занимала первые места. Новый поворот в творческой биографии певицы произошел в 2007 году, когда она стала выступать под псевдонимом Руккола. Первый сингл «Пренебрегаю», вышедший в свет в феврале, вошел в десятку лучших песен хит-парада русского радио. Выпуск дебютного альбома Рукколы «Пренебрегаю» состоялся весной 2008 года. На время певица приехала в Лондон, где работала с музыкальным продюсером Майклом Спенсером. Однако от сотрудничества с британским лейблом она в итоге отказалась, решив сохранить творческую независимость. Выкладывать короткие музыкальные видео у себя в инстаграме певица начала еще в 2013 году. В декабре 2016 года Манежа выпустила дебютный инстаграм-альбом «Манудскрипт». Необычный релиз состоялся во взаимодействии с аудиторией. Название альбома появилось в ходе конкурса, а треки выходили каждую неделю на специально созданных арт-аккаунтах. В феврале 2017-го дебютное творение певицы появилось в iTunes и в короткие сроки оказалось на верхних строчках российского чарта. В 2018 году дискография певицы пополнилась еще одним альбомом «Я Эм». По замыслу Манежи, пластинка состоит из двух частей, различающихся не только по языку исполнения, но и по настроению. О своей личной жизни Манежа предпочитает не распространяться. В интервью певица говорит о том, что сейчас все ее время, все ее мысли занимает музыка. Разумеется, в будущем девушка планирует обзавестись семьей, однако она не может точно сказать, когда это произойдет. Манежа хотела бы найти себе достойного мужа ради детей, но по ее словам, она сама пока чувствует себя маленькой. Для того, чтобы реализовать себя в этой сфере жизни, девушке еще нужно время. На этом у нас все. Оцените наши видео подпиской и лайком. Продолжение следует...